Существует сценарий по отработке нештатных ситуаций, и все это стекается в главный операционный центр. И именно там, именно в этом центре принимается решение по тому, как лучше управлять процессом. Какие нештатные ситуации, например? В нештатных ситуациях может быть много, может отключиться электричество, может быть пробка, и конкурсанты могут опоздать. А это категорически запрещено, это снятие баллов, хотя они вроде бы как бы не виноваты, это задача организаторов обеспечить все таким образом. Или, например, может быть, не знаю, дожди, которые помешали чему-то. То есть здесь очень больше, или холод, то есть нас погода тестирует в этом году просто со всех сторон. Потому что на национальном чемпионате у нас была жара, у нас был снег, у нас были заморозки, у нас было очень-очень жарко, у нас было очень-очень дождливо. Есть ощущение, что на мировом чемпионате может быть так же. Это тоже своего рода может являться нештатной ситуацией. Если, например, на церемонии закрытия будет достаточно холодно, есть риски, что конкурсанты могут, например, простудить. Это тоже будет являться нештатной ситуацией. Площадка очень сложная. Мало того, что это 56 основных компетенций, такого никогда не было. Это огромное просто количество. И вдобавок беспрецедентное количество конкурсантов. А это значит, ровно на такое количество конкурсантов нужно создать такое же количество рабочих мест. И, как в любом соревновании, есть свои нюансы, что электрические сети должны выдержать такое напряжение. Потому что, например, в одном из кластеров, где представлены фрезерные токарные станки, их больше 44. Это огромные, последнего слова техники, таких, я даже не знаю подходящего слова. Но это, правда, очень-очень современные станки, которые представил один из наших партнеров, который нас поддерживает уже много лет. И, помимо этого, есть разные нюансы. Есть большое количество сетевого оборудования, большое количество компьютеров. То есть это очень большая нагрузка на весь комплекс. И здесь нужно учитывать совершенно все. Нет мелочей в таком деле. Есть связи с объектами по видеоконференц-связи с объектом «Казань-Экспо», Центр управления объектом и Центр управления объектом «Казань-Арена» всегда с нами на связи. Утром мы проводим ежедневные совещания для того, чтобы понять задачи на предстоящий день, обменяться информацией. И, таким образом, находимся постоянно на связи через ВКС, через радиоэфир. Несколько раз в день наша команда обменивается всеми необходимыми данными. Есть ли возгоняющая линия, какая у вас? Есть контакт-центр. Этот контакт-центр и его координаты имеются на официальном сайте. Конечно, любой гражданин может туда обратиться, причем на разных языках. Но в случае, если операторы не найдут ответа, они переадресуют эту информацию нужным людям. И мы обязательно отреагируем на все эти замечания. Продолжение следует...